добрый день вы на канале любимая дача меня зовут оксана иркутский район сегодня 14 апреля вчера у нас был такой сильный снегопад сейчас на улице минус 1 но очень яркое солнце в теплице жара плюс 30 я открыла форточки и я высадила первые томаты предыдущем видео я все показывала рассказывала у меня томаты несколько распелки я мелкие вот эти не люблю не сажаю посадила крупноплодные индотерминатные сибирские сорта малахитовая шкатулка батяня алсу сержант пеппер и говядина с куста помидоры уже у меня эти цветут я поставила вот так колышки посадила по 2 в лунку ну почти все и подвязала их это временная подвязка потом буду подвязывать большими длинными веревками сюда к верху теплицы и сейчас начинаю утеплять что делаю вот у меня там белое это даже не спамбонд не спамбонд это упаковка от бытовой техники вот оставляли мы когда такую упаковка она очень плотно я я свернула в два раза и вот так по бортам теплицы я сейчас разложу туда высаживать буду позже там еще земля холодная там же снег лежит еще на улице здесь уже земля хорошо прогрелась у нас есть инфракрасные обогреватели вот они у меня есть на канале много видео про обогрев теплиц заходите в плейлист обогрев теплиц смотрите кому интересно во второй теплице есть подогрев грунта там сейчас зелень растет и вот сейчас в этом видео я конкретно буду показывать как я сейчас буду утеплять теплицу хотя завтра нам обещают плюс 17 ночами минус 1 минус 2 минус 3 но как говорится вот у нас сибири надеюсь и на лучшее но готовится нужно к худшему нужно все утеплить и уехать в город и вот смотрите у меня с помидорками стоят это томаты пиноккио я их в мешочки высаживаю и тоже поставлю под дуги по бортам теплицы я разложила вот этот утеплитель вот такие вещи можно упаковки вот тоже свернуть сложить чтобы не дуло придавила бутылками с водой и мешками землей это земля у меня мешках для цветов уличных стоит набранная ну там перегной там всякое такое дальше я ставлю вот такие металлические дуги немножко как прорезиненные у меня нет уже давнишние и все дуги готовы попутно скажу что у меня томаты цветут сеяла их в феврале где-то 10 февраля и раз они цветут им скоро нужна будет подкормка у меня вот здесь самосевом я ее восемь не сеяла года два назад сеяла здесь горчицу выросла горчица я еще всю собрала вот сюда ведро и я уже могу сделать зеленое удобрение для томатов первая подкормка это у меня будет несмотря на то что на улице у нас лежит снег но через неделю и но когда я соберусь поливать их потом я буду добавлять попал ковшечка вот этого зеленого удобрения то есть горчицу я сейчас соберу залью водой накрою крышкой и она будет стоять в теплице и также я добавлю гумат калия потому что томаты цветут и сейчас им надо уже завязывать плоды у меня рассада взрослая сразу скажу для тех кто только подключился кто посмотрел но первый раз мои видео у меня на канале очень много видео я все показываю рассказываю каждый раз повторять не могу одно и то же не интересно будет моим постоянным зрителям поэтому открывайте прошлые видео прошлогодние можно мне там один мужчина написал что ну это такие эксперименты вы все погубите это не эксперимент это мой опыт уже многолетний как я высаживаю томата всегда в это время и утепляю их и у меня есть прошлогоднее видео как я вот это высаживала и потом какой урожай у нас был урожай у нас всегда нормальный хороший поэтому ну я конечно переживаю за них волнуюсь но я в общем то понимаю что я делаю ну вот то есть поставлю зеленое удобрение поставила дуги сейчас я буду накрывать эти дуги вот я высадила в пакеты из подроссады свои томаты пиноккио их у меня 8 штук привезла сейчас я только 4 потому что но не вошли в коробке они несколько вошли в коробке столько я поставил они уже с плодами с маленькими помидорками я чуть-чуть там сделала углубление в грядке поставила мешок ну чтобы он не упал держался также бутылки поставила это у меня стаканчики оставила но потому что я забыла штучки взять эти из дома на которых нужно подписывать привезу потом пока стаканы из подроссады оставлю ну вот дальше тоже также буду ставить томаты пиноккио по-хорошему надо было бы здесь сразу выкопать лунки чтобы было удобно но у меня просто нет времени мне сегодня надо в город пораньше уехать поэтому не получится следующий раз выкопаю лунки но придется только укрывной этот снимать еще лишнюю работу себе создам ну нет вариантов других а вообще вот когда у меня есть время я этот ряд высадила там лунки сразу накапываю ставлю в лунки бутылки с водой чтобы земля согревалась и потом у меня уже ну заправлять их можно тоже сразу потом будет все готово будет легче высаживать дальше расставляю бутылки с водой эти бутылки днем очень хорошо нагреваются на солнце а ночью аккумулируют но они нагреваются аккумулирует тепло ночью отдают тепло вот в этот тоннель сейчас я накрою укрывным сверху можно одним слоем можно двумя я накрою ну скорее всего одним второй положу здесь рядом на готове если вдруг какая-то ну слишком отрицательная температура ночью нам погода покажет я быстренько приеду на дачу и накрою еще вторым слоем либо пленкой ну и конечно в теплице работают два инфракрасных обогревателя они как раз вот так греют на мои вот эти первые томаты второй ряд я пока не высаживаю там холодно там и земля еще холодная не прогрелась здесь я показывала как прогреваю лунки у меня есть отдельное видео вот так укрывного у меня не очень он широкий чтобы закрыть до пола я делаю как я прямо туда пробираюсь в тоннель и все все там внизу очень очень хорошо чтобы лежал на земле укрывной то есть там получается два слоя вот этой упаковки и еще слой вот этого укрывного обязательно а здесь я буду ну открывать или накрывать еще дополнительной тряпочкой закрепляю вот такими штучками покупала фикс прайсе можно обычными прищепками раньше дела но вот эти они удобнее они защелкиваются с ними вместе можно сдвинуть туда спонгон не открывая прищепки так они закрываются выглядят вот так вот такое укрытие которое ну не до конца закрыта еще чем хорошо с той стороны холод с улицы перекрывается здесь инфракрасный обогреватель у меня греет можно не закрывать вот эту дырочку да и еще от солнца прикрыто потому что если завтра будет плюс 17 на улице теплица будет страшная жара нас открывается одна форточка автоматическая вот это сейчас у меня двери открытые приоткрыла невозможно здесь и но если такая страшная жара томаты еще корнями не схватились не пересажены им тяжело поэтому я вот всегда вот так накрываю на ночь минус 3 я все равно закрою дополнительным слоем еще то есть они у меня будут укрыты полностью ну сейчас я здесь тоже также все закончу и начну делать вторую сторону подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кому интересно такие видео пишите комментарии всего хорошего до свидания